Сына и Святая Духа. Дорогие, о Господе, братья и сестры, поздравляю вас всех с наступающим Рождеством, Христовым, с навечением Рождества. Сегодня мы совершали, вчера вечером мы совершали Божественную службу, вечернюю и утреннюю, предрождественские, сегодня были царские часы, великие часы, и вечерняя уже на следующий день, на праздничный день, или другие, Василия Великого. Эти дни особенно благоговейные, особенно молитвенные, так как приближается праздник светлого Рождества Христова. Праздник очень важен для людей, так как Господь, который воплотился до этого в тайне, явно рождается, являясь, пока не всем еще, является уже праведным Иосифу от Девы Марии, является паспухам, ангелами развещают, и, конечно же, небесным силам. Сегодня уже первое явление людям, пока избранным Христа. И в скорости завершения святых будет праздник Бога явления, когда Господь явится в силу, уже явно, будучи в 30-летнем возрасте. Этот праздник очень важен для всех нас, так как Бог снизошел с небес, ради нас грешных, нашего ради спасения, воплотился и родился. И потом Он в скорости явится всем, пойдет на крест, проповедуя пред этим Слово Божие, в дело спасения, и вознесет человеческое естество от Иисусного Бога Отца. Поэтому этот день особенно торжественно празднуется в Церкви во все времена, во всех землях. И все события подготавливают нас к этому явлению, к этому Бога явлению, к этому чудному, дивному Рождеству. Подготавливает Церковь нас также, предлагая нам пост, который длится около 50 дней. И предлагает нам Рождественский пост, не такой строгий, как Великий пост, но все же это пост и молитвенная служба, благоговейная, более надобряженная, удобная. И в эти святые дни, мы в воскресные дни, последние два воскресенья, вспоминали и праотцев, и святых отцев, и ветхозаветных праведников, которые предуготовили пришествие Христа. По родословию Христа мы вспоминали, от кого он предошел, от чистого родословия, от праведных мужей лежил, хотя были грешные там, среди них, но кающиеся люди. И вспоминают праведников, которые тоже прообразовали это пришествие Христово, и проповедовали его дивное Рождество и пришествие в мир. Также мы после Рождества Христова вспоминаем и сорок младенцев, тысяч младенцев, объедом, иродом, стремящимся к абсолютной власти. Вспоминаем также через несколько дней праведного Иосифа, оброчника, Никодима, друга Божия, Давида, царя, которого образ нес на себе Христос, прообразовал Христа. Мы на второй день после Рождества вспоминаем, конечно, при чистую Деву Богородицу, собор праздновал, владычица нашей Богородицы, так как она вместе с Духом Святым и Отцом явили нам Сына Божия во плоти, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому Дева Богородицы особенно торжественно празднуется. Мы тоже, со своей стороны, подобно пастухам, которые пасли священный скот на жертвоприношении, благоговение, с молитвой, как царь Давид это делал, были вместе с ангелами, в темлении ангелов было, были нахитивные слова «Слава Выше, Богу на земле мир, человеческое благоволение». Вот мы вместе с пастухами, благоговедными, тоже приходим к оттробу Господнюю, отвертет о Боге, где стоят валы, где сено, где темнота, пещера, сырость. И вот в этом, так скажем, на удобном положении рождается Христос. Не в царских палатах, не в славе, не с музыкой, не с торжеством. Также мы подобно волхвам приносим Богу дары. Волхвы мы знаем, какие принесли дары золота, лиман и смерть. Как цари, как представители всех родов людских принесли Богу честь, славу, достоинство, символы богатства. Но мы, каждый в каком чине находится, тоже приносим Богу то, что имеем. Есть среди верующих, люди богатые, власти пущие, они должны принести вот эти достоинства, принести Богу своей жертвы, власти, возможности для Церкви, для спасения, сделать Бог для дела. Богатые люди дают приношения материальные, которые они, ну, кто-то трудами стяжали, кто-то, может быть, и совсем правильно стяжал, доклад, Василий Великий, но не унес возможность правильно расточить. А так все основные люди приносят Богу в свое сердце. Все приносят дары своих трудов, своих подвигов, все самое лучшее, мы знаем, надо приносить Богу. В Ветхом Завете, в Саконе, который установил Господь и Моисеи, было сказано, что лучшие животные приносились, мы знаем, что тогда были кровавые жертвы, а сейчас жертва духовная, разумная, сердечная, мы приносим Богу. Так вот, в Ветхом Завете приносились волы и другие скоты, и приносились лучшие среди них, и порочные. То есть, если приносились плоды полей, то я тоже приносились лучше. Так и мы, Новозаветные Израилы, благославные христиане, верующие на Христа, находящиеся в Святой Соборной Апостольской Церкви, тоже приносим Богу вместе с постуками, в простоте сердца, вместе с волхвами, потому что мы признаны к царскому достоинству, приносим Богу все самое лучшее от своего ума, от своего сердца, от своих телесных трудов. И в этом наша вера, наш подвиг и наше приношение. Господь говорит, что воздам Господь, или о всех, я же воздадим и. То есть, чем мы воздадим Богу за все то, что Он для нас грешно сделал. И тут же, как ровно вид Духа Святым говорит, чашу спасения приму, имя Господне призову, и молитва моя воздавает всеми людьми Богу. То есть, мы должны Богу проразить прежде всего нашу веру и жить в победе. То есть, чашу спасения приму, должны причащаться святых крестовых тайн. Опять-таки, приносим Богу то, что Бог дает нам, святые дары. Чашу спасения приму, имя Господне призову им. Благодарить Бога всегда, славить Его, и творить молитву Иисусу, и другие молитвы, славославления. И молитва моя воздавает всеми людьми. Проповедовать Слово Божие, прежде всего, своим житьем, а если это нужно, то и словом, примером, и добрыми делами. Поэтому мы сегодня празднуем в некотором грубом смысле День Благодарения, когда мы должны, встречаясь с Богом, который идет нам на встречу, рождаясь в мир, тоже приносить Богу свое сердце, свой ум, свои добрые дела. С праздником, дорогие братья и сестры, уже начинается праздник, наступает праздник, и сегодняшнюю ночь вся православная церковь будет молиться. У нас тоже начинается служба, в 10 часов начинается Божественная служба, из 9 будут исповедь, для всех священники будут исповедовать, а ночью, в полночь, и даже позже, будет пасхальная заутренняя, полоношница, пасхальная рождественская повечерие и Божественная литургия. А те, кому трудно ночь стоять, пожилым, слабым, больным, умогим, те могут пройти на раннюю службу, которая тоже будет уже с утра на расписании. С праздника всем вас, с наступающим великим славным праздником Рождества Христовного. Причастники, выслушайте молитвы Бог святого пречащения. Редактор субтитров А.Семкин